На Тверской вагонзавод губернатор Игорь Руденя прибыл сразу после завершения заседания правительства Верхней Волжи. Главная тема – готовность образовательных организаций региона к началу нового учебного года. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Новый учебный год начнется в Тверской области для почти 140 тысяч школьников, 27 тысяч студентов профессиональных образовательных учреждений, а также для более чем 54,5 тысяч воспитанников детских садов. Губернатор подчеркнул, для каждого ребенка необходимо обеспечить возможность учиться в комфортных и безопасных условиях. В 2021 году по региональным программам улучшается материально-техническая база 68 школ и 23 детских садов. В учреждениях проводится необходимый ремонт, сроки которого решено продлить. Было принято решение, все-таки не нарушая учебного процесса, выделить дополнительные средства и продолжить ремонтные мероприятия на выходных, на осенних каникулах, для тех школ, где есть потребность, чтобы не откладывать на следующий год то, что можно сделать в этом году, именно из дополнительных средств, то, что у нас появилось в процессе экономии, в процессе дополнительных доходов областного бюджета. Особое внимание при подготовке учреждений уделяется обеспечению безопасности. Детские сады и школы организации дополнительного профессионального образования оснащены системами пожарной сигнализации, средствами тушения. По сравнению с 2020 годом увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения, а также тревожных кнопок. При рассмотрении вопроса о подготовке колледжей региона к новому учебному году, губернатор акцентировал внимание на усиление материально-технической базы, чтобы студенты получали актуальные знания. Сегодня, конечно, уделяется большое внимание в сфере специального образования, так называемого СПО, это, по-старому говоря, техникум и ПТУ. Мы видим, как появляются новые специальности, которые просят работодатели. Эти специальности становятся уже все более популярными. В части обеспечения безопасности детей на дорогах Игорь Рудене подчеркнул, рядом с каждым объектом по пути следования воспитанников должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Стоит отметить, что новый учебный год в школах Верхней Волжья предполагается провести в очном формате, но с соблюдением всех комплексных мер безопасности.